Мы отправляемся в Молдову, ее столицу Кишинев. Билеты покупались через местную компанию Flyon. Мой совет, обязательно проходите онлайн регистрацию, даже несмотря на то, что она платная. На сайте это делать дешевле. В аэропорту это гораздо дороже, и придется еще отстоять очередь дополнительную, где происходит оплата, и только после нее начинается регистрация. Поэтому обратите внимание, если летите в Молдову на этот факт. После долгой регистрации, которая длилась почти полтора часа, меня встретили коллеги и вечерний Кишинев. Сразу как я приземлилась, мои коллеги привезли меня в ресторан молдавской кухни. Но было уже поздно, около 9 вечера, и так как пандемия и локдаун, сравнительно недавно стали ограничения сниматься в Молдове. Заведение закрывалось, но сюда мы вернемся на следующий день. А в этот день мы посетили другое кафе. Вот, я сюда заехала, это лифт, еду, можно сказать, домой. Вот и мои апартаменты здесь. О, тросочка, утюг, кроватка, столик с компьютером. Пойдем дальше. Все чистенько, свежо, все есть необходимое. Даже балкон. И самое главное, цена за трое с половиной суток это жилье обошлось в 3500 российских рублей. Следующее утро началось с офиса и знакомства с коллегами, которых до этого никогда не видела. Как отметили сами ребята, этот дворик похож на одесский. Это офис. Это Влад, Сергей. Да, привет. Все ребята. Не все? Не все? Так как визит был рабочий, осмотра достопримечательностей не предполагалось, но ребята мне показали максимально возможное, за что им очень благодарно. Здесь оказывается постоянно эти картины. И тут многие люди рисуют, прям вот вас могут нарисовать быстрее. Так, за 20 лет. В Испании, там они очень вкусные такие. А уж сколько блюд мы надегустировались. Дополнительные килограммы я с собой увезла. Это зама, культовый молдавский суп. Кишни, это с капустой. Это плацинта. А это королева молдавских блюд мамалыга. Молдавские богатыри. С каждой страной возникают определенные ассоциации. Молдова – это про гостеприимство, про хлебосольных людей, про вкусную еду и очень сытную еду. Первый день прошел в офисе, еще мы немного поездили по делам. А потом ребята привезли меня в большой торговый центр, где закупились всякими вкусными местными вещами и гостинцами домой. А дальше я уже сама отправилась гулять туда, куда глаза глядят. Молдова богата зеленью, шла и вдыхала, и слушала пение птиц. Поездка в Кишинев состоялась в середине мая. Обычно в это время там стоит жаркая погода. Но, видимо, глобальное потепление и смешение полюсов сказалось и здесь, на погоде и на климате. Было приблизительно так же, как в Москве. Может быть, даже немножечко попрохладнее в этот период. Прошлась по дворикам, посмотрела на играющихся детей и пейзажи. Конечно, нас объединяет общее прошлое, общее наследие, в том числе и культурное. И это чувствуется. И еще одно наблюдение, если сравнивать с крупным населенным большим городом, то кажется, что в Кишиневе практически нет людей на улицах. И, может быть, просторы территориальные сказываются на широте души местного населения? Это известное управление, но красивее. Блин, как здесь дышится. Вообще просто фантастика. Аромат. Нет, здесь не пройти. КОНЕЦ Так незаметно, прогуливаясь в направлении, куда глаза глядят, я вышла к одной знаменитой постройке времен Советского Союза. Прогулки, куда глаза глядят, хороши тем, что внезапно можно обнаружить что-то интересное. В данном случае я набрела на мемориальный комплекс «Вечность». Он находится в центре Кишинева и был построен в 1975 году. Он находится в районе Воинского мемориального кладбища. В центре мемориала находится пирамида. Она 25 метров в высоту. Я ее увидела издалека, и, собственно, поэтому я двинулась в данном направлении. Пять лучей пирамиды представляют стилизованное изображение винтовок. Какое колоритное, необычное оформление, подумала я. Да, оказалось, что это дворец спорта. Со следующим зданием, которое я повстречала на пути, связана забавная история. Я подумала, что мой день захожу, спрашиваю, а какие у вас выставки проходят? Вот администратор недоуменно посмотрела на меня и сказала, что это общежитие. Это здание музея, в который мне, к сожалению, не удалось попасть. Дверь была закрыта. То ли было уже поздно, то ли это были последствия пандемии. Я, к сожалению, этого не знаю. Колорит Кишинева – это, прежде всего, советское наследие. Немного оттенков европейского и румынского – это русский и молдавский язык, на котором говорит местное население. Последний похож на румынский, как русский похож, например, на белорусский. Здесь переплелось романское и славянское наследие. В разное время история Молдовы переплеталась с сербским, болгарским, древнерусским и польским культурно-историческим кодом. Как отметили местные жители, в историческом центре преимущественно низкоэтажная застройка. А уже за периметром этого центра идет многоэтажное строительство. Музей военной техники тоже был закрыт, но через ограждение в заборе удалось мне кое-что увидеть. Это выставка старого вооружения, которое использовалось в Молдове в предыдущие десятилетия. Здесь есть катюши времен Второй мировой войны, бронеавтомобили, БТРы, зенитные ракеты. Музей вооружения, БТРы, зенитные ракеты, зенитные ракеты, зенитные ракеты. Случайно наткнулась на такую инсталляцию на доме в виде дерева. Красиво получилось, не знаю, что это и кем выполнено. Шла-шла и набрела на фото выставку Здесь представлены виды Кишинева Так как молдавский я не понимаю Я загуглила, что же представляет собой это здание Оказалось, что это администрация С 1993 года в Молдове в обращении Молдове На них изображен знаменитый легендарный король Самый настоящий национальный герой Штефан Челмары Он правил независимым молдавским княжеством в 15 веке В 60 километрах от Кишинева Располагается историко-археологический комплекс Старый Архей Куда мы и направляемся Здесь обнаружены следы различных цивилизаций Из-за обилия потрясающих пейзажей и артефактов разных эпох Старый Архей по праву считается одним из главных достопримечательностей Молдовы Здесь найдены руины крепости, построенные еще до нашей эры Здесь есть предметы быта и постройки периода Золотой Орды Здесь есть православные монастыри 13 века, в том числе и в скалах А еще есть вилла Этника, где можно посидеть и отведать молдавскую кухню Так вот, молдавский двор Эти коруца, качели Раньше вот на таких ездили Качели вот такие Красота Древнейшего Бессарабии города на этом месте нет уже несколько веков В этом ресторанном комплексе открываются потрясающие виды на горы На реку И, конечно, здесь часто собираются люди с семьями, а также проводят свадьбы Древнейшего Бессарабии города на этом месте И все так же были вкусные угощения и вино, интересные разговоры и красивые виды Раньше так Традиционные Мечи вот разные За вами, видите, вот тоже есть оружие топорик 15-16-17 века 14-14 Она очень вкусная Но нас объединяет не только русский язык и советское прошлое У моих коллег также воевали деды И для них этот праздник такой же значимый, как и для нас Но так как этот край богат виноградом Каждая семья в Молдове, каждое хозяйство Готовит вино Но в эту поездку я не добралась до подземного винного города Крикова Там хранят свои бутылки с вином даже главы государств В том числе и российский президент Говорят, что винные подвалы Молдовы – это целые лабиринты Там даже есть свои церкви Настоящее государство под землей Ну, погода вообще сейчас очень комфортная Это видео можно смело назвать Сколько я еще не посмотрела в Молдове Или в Молдавии, как раньше мы ее все называли Когда я прилетела уже в Россию Я сдала два теста на ковид Это уже новое правило И разместила их на портале госуслуги Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»